Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Полтис, и сегодня мы начинаем проходить 5 на честь фроги 2. Я уже снимал видео, как пройти все части 5 на честь фроги, ну точнее 3 части, 4 там демка была, ну да ладно. Ну и я решился пройти 5 на честь фроги 2. Ребят, попробую как-то скорачивать серии, ну, чтобы они не были очень долгие, ну и проходить, чтобы было как минимум более-менее качественно. Ну что ж, ладно, подписывайтесь на канал, все вот это, пишите комментарии, прошу, досмотрите до конца, это не очень тяжело, и я попытаюсь сделать все интересным. Так, ладно, мы уже начинаем игру, как вы уже поняли. Тут, конечно, первую ночь я не буду вам показывать, она скучная, ничего там не происходит, поэтому я не буду ничего вам показывать, ну, именно в первой ночи. Там ничего нету, игрушки просто еще не завезли, но это мы узнаем уже чуть-чуть попозже. Так, где-то в лесу, 0909-2007-19-43. Так, ну, сейчас игрушки пробегут, так, правильно, так, первый, так, и крокот, такой медленненький, да, вот он. Так, ну что, ну я знаю, что тут за концы, что же, ладно, ну что ж, начинаем. Первая ночь, загрузка идет у нас. Так, убери трубку, уже задолбал. Алло, Бертин, это вы? Да, здравствуйте. А, да, забыл сразу сказать, я заместитель директора этого замечательного театра, заместитель учебов. Когда это место было сказкой, здесь был дворец, и территория называлась Сказочное Королевство. А это мы знаем, что здесь раньше было Сказочное Королевство, мы это у всего ребят знаем. Ну, это, конечно, понятно. А вот недавно его восстановили, и в нем решили сделать театр. Ну, понятно. С тех пор, как хозяин забросил свой товар, я теперь нападение. Права на землю стали бы надлежать городу. Ну, и Мэй решил сделать тут театр. Ну, ладно. Я должен тебя поймать. Ну, я это все знаю, в принципе, да, но, может, вам интересно, поэтому я буду чуть-чуть замокать. В общем, вот, ты теперь охранник, слизь за порядком в помещении, никого не впускай, посторонних прогоняй, и зарплата тебе креатирована. Звучит просто, не так ли? Но, надеюсь, ты все-таки должен быть проявить себя, так как... Не знаю, вам интересно или нет, но... Мне лично не очень, если честно, поскольку я это уже видел, я смотрел, проходил игру. Поэтому я, в принципе, все знаю, и не очень интересно. Ну, да ладно, если вам интересно, можете смотреть, аж ничего не делаю, иметь против. Что ж, ладно. Ну, что сказать, я человек простой. Да нет, просто времени много тратили, да и все. Ну, поаккуратнее с аппаратурой, она выйдет тут еще с 2003 года. Еще даже камеры не видят в здании, висят. Но этих пока достаточно. Электрогенератор в твоей комнате вообще стареет. Пробки могут вылететь от передопряжения. Лучше не пользуйся сразу двумя компьютерами. Так, ладно. Так, все нормы. Честно, вот здесь, вот, ребят, будут довольно долгие телефонные звонки, телефонные разговоры, поэтому я их иногда буду пропускать. Вот в третьей ночи будет очень длинный разговор. Там они разговорились, я, наверное, его пропущу. Если вы хотите, то можете сами скачать игру или посмотреть у кого-то. Но там реально очень долгий разговор будет. И я боюсь, что мне памяти не хватит. Так, ну что ж, Зевок. Сиди, работай. Ну что ж, давайте будем работать. Так. Ну, я пропущу эту ночь, поскольку здесь ничего нету интересного. Подключусь где-то на часиках пять. Часиках пять. На часиках пять. И... Ну, короче. Ладно. Ну что ж. Переподключаюсь. Итак, вот уже пять часов. И я, ну, ничего, в принципе, не делал. Здесь смотрел за мастерской. Ну и, в принципе, и все. Ну вот уже чуть-чуть осталось. Здесь ничего интересного не будет, как я уже говорил. Ну, выбили пробки. Сейчас верну электричество. И будем продолжать играть. Я надеюсь, я приду с первого раза вторую ночь. Хотя, ну, накаркал. Даже уже сплевывать не буду. Все равно, наверное, сейчас докну. Так, ну что ж. Пять часов. Пять часов. Так, ладно. Что же. Что же. Ну, ничего интересного. Я даже не могу тут ничего комментировать. Поскольку. Поскольку уже конец ночи. Итак. Работа выполнена. Есть. Хорошо. Отлично. Ну, первая ночь, конечно, там ничего не происходило. Поэтому. Да. Так. Я должен узнать, это точно он или нет. Так, постучаться в дверь. Ой, кто там? Кто там? Так. Ну, чё творишь? Я? Да я ничего не делаю. Чё? Вот и философ. Так называемый. Ну, если вы не знаете, кто это, то можете посмотреть мой ролик, как пройти первую, вторую, третью часть фроги. Если не поленитесь и не потратите там свои 24 минуты. Я не знаю, можете смотреть или нет, но мне без разницы. Так, ладно. Нам сейчас расскажут про философа в следующей ночи. Так. Что у нас здесь? Сказочное королевство. 2003 год. Так. Кстати. Вот этот алкаш, он злой оказывается. Он делал эти игрушки, я вам так спойлерю. Ну, какой смысл спойлерить? Я снимал про это ролик, я там всё рассказал. И, кстати, да. Оказывается он злой, и он делает эти игрушки, чтобы они ходили. Это удивительно, удивительно. Если честно, я не думал то, что он будет такой злой. Кстати, ребят, я знаю, как пройти эту мини-игру, но давайте я покажу вам пасхалочку. Кстати, тот домик, вот этот, избушка на корих ножках, кто помнит, это офис с первой части. Можно зайти. Так, смотрите. Смотрите. Берегись. Я не знаю. Ну, кто это написал, мне интересно, но это пасхалочка, ребят. Это пасхалочка. Скорее всего, это написал какой-либо Фроги, Меликити или кто-нибудь, но пасхалочка намекает на то, что надо берегтись. Ну, логично, правда? Так, веранда. Кстати, тут мы можем, когда ходить, мы можем посмотреть детально план карты с первой части. А вот, кстати, тот домик, там где сидел... Ну, вот этот, помните, Белый дом. Кстати, смотрите. Это разработчик или нет? Вон, на фотографии. Или... Ну, это странно, если бы какой-то щел там обычно сидел. Так, где-то в лесу. Уже 10-го числа. Так, Фроги, гномы издалека там видны. Китти. Ну и Фроги. Куда без него? Он всегда у нас идет первый, поскольку он, батя, он мочит. Так, ладно, все. Вот, подходит в третьей ночи, скорее всего, они уже к нам будут прийти, но не скорее всего, а точно. Так, ночь 2. Ой, ребят, извините. Так, телефонный звонок. Так. Ну что же. Алло, Бертин. Ну, здравствуй, Сова. Молодец, что остался работать. Знаешь, было трудно найти кого-либо на эту работу. Сейчас мало кто хочет походить. Помимо этого дворца. Скорее всего, это из-за некого мифа про хорячих по ночам игрушек. И они якобы убили одного человека. Как можно бояться этой страшной сказки? Пф, чушь. А мне кажется, что это правда. Ну ладно. Ты хотя бы не побоялся. Хотя и бояться тут нечего. А вы знаете, что в мастерской? А что же ты не сообщил? Это же твоя обязанность. Хотя, по стойкости... Так, это же философ, философ. И вот этот философ я вам рассказывал. Он такой алкаш. Он здесь в мастерской всю жизнь практически живет. По крайней мере, он утверждал это нам. Ладно, а еще про философа я могу вам сам рассказать. Если хотите, конечно. Он сказал, что он хочет и дальше остаться в той жизни. Мы тогда решили заодно взять его на работу слесарем. Вместо зарплаты... Нет, ну я могу рассказать все о философе. Кстати, если вы хотите прохождение третьей части Фроги, я, может, ее буду проходить. Но если вы хотите, конечно же. И будут и обычных нам проходить, и еще какие-то пародии. Если хотите, чтобы я проходил на своем канале игры тоже, то напишите в комментариях. Так. Ну, будет очень долгий трендер. Я... Честно, если он сейчас не закончится, то я уже задолблюсь. Да, ребят. Телефонные звонки. Так. Так, ладно, без разницы. Куда угодно нажимаем. На камеру какую-то пещеру видел. Ну, блин, тут я все знаю, мне не очень интересно, и я не могу ничего говорить, поскольку фонгая перебивают. Я могу его, кстати, пропустить, конечно. Ну, просто зажать там по экрану. Ну, может, вам интересно, поэтому я и не хочу, но я его слушать полностью, наверное, не буду. Блин, этот... Ой, ладно, ребят, я не могу. Я пропускаю этот разговор. Ладно, ребят, ну, он там рассказал, что есть мусор вентиляции, нам надо будет ее закрутить. Чем мы сейчас, собственно, и займемся. Ну, вообще, там надо закручивать от аниматроников. Тут же практически все будут активированы. Я сам в шоке. Так, ладно. Ну, что ж, пока просто закрутим. Он нам еще рассказал то, что философ рассадил игрушки и починил их, поскольку там тот самый... Тот самый... Грузчики, они их поранили. Кстати, вот почему сейчас игрушки и будут двигаться, мне кажется. Потому что философ это сделал. Блин, я даже не успел пройти игру, у меня уже в теории. Ну, как, я ее проходил так, вот, Фроги. Блин, он милый. Че вы его боитесь? Он классный же. Так. Ну, еще кто у нас здесь будет? Здесь у нас будет... Хм, теперь мастерской ничего не происходит. Да-да-да. Так, ну что ж. Кстати, у нас тут есть два монитора. А вот этот монитор лучше, чем монитор, тот, который в той комнате. Ну, мне кажется... Так, Фроги, блин, он милашка. Я не... Мне прям не страшно почему-то. Ну, как это до первого момента, когда начнется ночь, там происходить что-то, мне паника начнется. Я еще не привык. Так. Ага. Так. Ну, что тут у нас? Первый час ночи у нас, ребят. Можно ничего пока не бояться. Ой, блядь. Ой, извините, ребят, извините, прошу. Но я испугался. С кем не бывает. Так, ладно. Что же, что же. Надо привыкнуть все же к этому. Ну, вот сейчас я не ожидал просто. Так, лампа. Так, что же здесь? Так, камеры, камеры. Мои глаза меня не обманывают. О, Фроги двинулся. Ну, блин, он милый. Он даже если так, он милый. Хоть и музычка пошла такая напряженная. Но все равно милашка, как по-моему. Ребят, вы че? Так. Что у нас здесь вот? Так. О, кстати, плюшевый кроку или это драку? Я не помню. Вроде бы это плюшевый кроку как. Ну, или драку, я не помню. Но он на дракончика похож. Но это вроде крикодил. Ладно. Не буду ничего говорить про Фроги или... Ой, про Фроги. Короче. Чтоб не опозориться, не буду. Так. Я уже привык, я даже его не заметил, если честно. Только что. Так, ну что ж. Пока сидим. Пока ничего. Нету такого. Прям страшного. Ну, не знаю, ребят. Сидеть мне не хочется. Я бы, конечно, мог посидеть, но надо показывать геймплей. Все же это прохождение и вряд ли кому-то будет интересно смотреть, как я просто сижу. Поэтому будем двигаться, будем смотреть камеры, я не знаю. Так, ладно. Придем в другую комнату. И включим. Обнаружены движения вентиляции. Так. Это, наверное, Фроги ползет. Он выползает на третью камеру, а потом идет к нам в двери. Двери. К двери подходят к нам. И начинает нам мешать наш терр... Наш... Наш... Нам террори... Ладно, не буду говорить, не хочу позориться. Так. Что же. Он, короче, сейчас придет к нам через Берий. Нам просто надо уйти вот в эту комнату, там, где мы сейчас сидим. Ну, нам-то не страшно. Так, опять король этот. Это Фроглиф первый, кстати. Тут еще будет призрак Лерина, или как его... Это тот слуга из первой части, кстати, за который мы там играли в мини-игре. И сын Фрогольд... Сын, дочь Фрогольда второго, София вторая. Она вроде нас убивает, или... Не, она нас убивает, а Лерин может... Или Лерин... Блин, короче, ребят. Я не помню, кто из них, но он... Кто-то из этих призраков нас может убить. А кто-то просто пугает. У нас еще, кстати, здесь... Так. Фроги вылазят. Еще одно движение. Так. Он, Фроги, видите, какая маленькая лягушечка такая. Уидит. Вот это дракон. Вот это дракон. Он, короче, не убивает нас, к сожалению. Ой, к сожалению. К радости. Но... Он настолько пугает. Блин. И вот это меня бесит, что это у него какой-то баг после обновления. Или... Он так и должен, потому что вот он вроде меня уже испугал. Но все равно дальше меня продолжает пугать. Кстати, я уже привык просто к его скримеру. Хотя он довольно стремный, если честно. Ну, то есть, криповый такой... Ну, криповый. Страшный звук у него. Так, ладно. Что? Что у нас, ребят? Не знаю. Так, Фроги пришел. Так, переходим просто в другую комнату. Просто отходим от двери, выключаем свет. Ну, можно не выключать, но я выключу. Чтоб пробки не вылетело. Так, ладно. Вентиляция. О, на подходе уже. Это кто у нас идет туда? Китти? Точнее, Котти. Это тот котик там сидел. Или кто? Я не помню. Так, ладно. Так. Так. О, все, пришел. Так, давайте пока просто отойдем. Я не знаю. Мне всегда говорили, ну, типа, подсказка делала. Так, он ушел. Ой, ушел. Так. Что я туплю? Если он приходит, то лучше отойти. Он даже нам только что сказали. Но я не знаю. Отлично. Теперь я могу подкрутить винты. Все, он ушел. Давайте подкрутим винты. Винты. Болты. Вот, винты подкручиваем. Так, ладно. Нам просто надо закручивать, когда они приходят, чтобы нас не убил Кроку. Плюшевый Кроку. Поскольку он через вентиляцию лезет. И она нам вот этот Котти вроде бы. Или это не Котти. Короче, тот, кто это делает, это вот вентиляция. То есть он нам мешает, короче, ребят. Так. Котти откуда-то пришел. Так, дайте расскажу. Так, Плюшевый Кроку нас убивает, короче. Какой заходит в вентиляцию и убивает нас. Но я сейчас знаю, как защищаться от всех, в принципе-то. Ну, не сложно вроде бы. Ну, вроде бы, да. Так. Вот я даю вам зуб, что сейчас что-то произойдет, наверное. Ну, о, произошло. Правда, кто-то пришел из вентиляции и начал нам болты выбивать. Это, конечно, не очень меня радует, но не самое хуже. Так. Нужно срочно задержать. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Пришел этот самый дракончик. Давай. Все. Ладно. Прошу. Так, ребята, блин. Я тут забыл сказать то, что есть еще такой драко... Драко. Драко. Это уже драко, точно. Это драко и еще его друг. Они, короче, вот только что начинали шуметь, надо быстро подойти и задержать дверь. А я этого, ребят, знаете что, не сделал. Поэтому я теперь прошу заново ночь. И вот уже 4 часа там, где мы остановились. Вот так вот. Так, надо сейчас пойти болты закрутить. Так, включаем свет. Чтобы болты закручивать, надо свет, чтобы был вкручен. Это я вам так говорю, чтобы вы знали. Так. Все. Живем. Пока что живем. Я надеюсь, мы сейчас пройдем. Тут чуть-чуть осталось. О, двери надо закрыть. И драко пришел. Так, надо теперь двери удерживать. Просто зажмите на дверь. Все. Спаслись от драко. Так, ладно. Я... Вот сейчас у меня чуть-чуть напряжения. Как-то тут ни хрена себе чуть-чуть. Нормально у меня сейчас так напряжение. Так, ладно. Что ж, я уже боюсь куда-то ходить. У меня сейчас напряжение. Ребят, смотрю тут по камерам. Так. Так, обнаружено движение вентиляции. Ну, так, уже на подходе. Уже на подходе. Ладно, пока можем посмотреть по камерам. Что там? Где там? Кто там? По камерам. Ну, так. Фроги подходит уже. Плюшев-фроги. Наш обычный фроги еще не пришел. Так, ладно. Сидим. Я надеюсь, что все получится. Так. Так. Так, пришли. О, еще и фроги пришел, плюшевый. Так. Так, отойду к шитку. Я просто не знаю, куда отойти уже. Ладно. Может, не убьют. Ушел. И этот самый пришел. Драку. Краку, посрать. Кто-то пришел. Надо быстрее закрыть этот самый. Ну, и Драку пришел. Удержал. Ребят. Секунда оставалась. Так, быстрее. Надо закрутить болты. И я надеюсь, все получится у нас так. Так, все, ребята. Последний. Эти самые. Короче, чуть-чуть осталось. Я надеюсь, все будет нормально. Так. Ребят. 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 Ребят, ребят. Так. Все, 6 часов. Ребят. Ребят. Я в шоке. Я в шоке уже. Я не знаю, у меня сейчас... Я не могу слова нормально говорить, поскольку я сейчас в шоке, наверное. Не, жестко. Это, ребят, вторая ночь. У тебя ее даже проходил, но это только вторая ночь. А прикиньте, что... Прикиньте, что будет дальше. Что дальше будет. Так. Что там? Так. Реклама. Так. Лики. Схары. Андо. Суб. Так, ладно. Нам это не очень интересно. Так. Надо бы проверить комнатку. Так. О-о-о-о, ребят. Я, конечно, это проходил. Сейчас нам надо в комнату этого философа зайти. Я, наверное, не смогу зайти. Это я долго делал. Я думаю, мы где-то в последней серии это пройдем. Блин. Ну, камон. Это будет долго. Я не умею это делать нормально. Там надо два раза прокрутить, а я еле один, наверное, сейчас прокручу. Так, ладно. Давайте попытаемся. Ну, там ничего не будет такого прям интересно. Но все равно. Если не выйдет у меня, блин, будет печально, конечно. Ладно, иди. Тут можно сдаться. Это хорошо. Если что, я не буду проходить, поскольку... Ну, если что. Если не смогу. Так. Я просто не знаю. Я просто двигаю вот эту фигню. Вроде бы, если я поднимаю ее выше, то движется. Так. О, хорошо. Так. Так. Что дальше? Ну, ну. Ну, почему не двигаешься? Ну, вот хрен его знаешь. Что теперь делать мне? Я не умею. Вроде бы, что-то движется, а вроде нет. Я не знаю. Кому. Я не умею. Короче, что делать, ребят? Ладно. Я... Ой, короче, я сдаюсь. Мне задолбалось. Давайте потом ее пройдем, если что. Так. Что там у нас дальше? Мини-игра какая-то. Сказочная королевка. О, вандалы, ребят. Помните? Вот они гнили. Не сожгли сказочную королевку. Это плохо. Так. О, это самая изба там, где мы сидели. Блин, жалко ее. Эх. За что это? Что... Что вам король фроголь? Жалко. Очень жалко. Блин, ну вот... Вандалы, они... Да. Кстати, ребят, я единственный думал, что вандалы это какое-то обзывательство. То есть это какой-то мат. До определенного времени. Я пока не знал, что это. Вообще, зачем мы это спалили? Что вам делало сказочное королевство? Король фроголь. Они же просто деньги зарабатывали. На сказочном... Если зарабатывали, я не знаю. Жили спокойной жизнью. Ну, молодцы. Молодцы. Спасибо. Вот так вот все. Нету сказочного королевства. Теперь там театр. Нет, ну вообще, я не понимаю. Ну, конечно, это сюжет. Я ничего не хочу... Точнее, не могу даже, если так, ничего с ними сделать. Ну, сожгли сказочное королевство. Обидно, ребят. Обидно. Очень даже. Так. Позади дворца над виду 32-й камеры. О, пришли к нам. В третьей ночи у нас будут еще вот эти три ребята. Точнее, три ребята. Четыре ребята. Ну, гномы будем считать всех гномов за одного. И нам от них защищаться, как и в первой части надо. Только там нам... Ладно, не буду спойлерить. Хотя нет, спойлерю. Нам фонгайд даст шкатулочку. Которую мы будем заводить. Ну, не веришь в это? Но нам просто дала шкатулочку, чтобы мы развеселились. Ну, ладно. Ладно, ребят. Я прошел вторую ночь. Не знаю, насколько долгий получился у меня видос. Поскольку я там проматывал, я не знаю. Но я надеюсь, что вы досмотрели до конца. Если так, то пишите полуслов. И все. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok